Доброе утро, уважаемые телезрители! Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Во многих передачах мне приходится ссылаться на тексты Священного Писания, или, как еще принято говорить, Библии, или Евангелие, как часть Библии. Но когда нас, христиан, спрашивают, чем Библия отличается от всех других замечательных книг, написанных за долгие тысячелетия, мы начинаем говорить о чем-то современному человеку не очень понятному. Мы говорим о богодухновенности Библии, имея в виду, что Библия – это та книга, которая была написана по Божьему вдохновению. Но что на самом деле означает это выражение? Откуда взялось само слово «богодухновенность»? Вот об этом давайте и поразмышляем. Понятие богодухновенности, иногда говорят «боговдохновенности» более на русский, чем на славянский лад, это понятие у христиан появилось еще до того, как у них сложился Новый Завет. О нем, как о чем-то само собой разумеющемся, говорили в своих посланиях апостолы. Вот, например, второе послание Петрова, апостола Петра, первая глава, 20-21 стихи. «Никакого пророчества в Писаниях нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». А во втором послании апостола Павла к Тимофею, в 3 главе, 16 стих, мы слышим, «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления и праведности». При этом сама Библия не только никак не раскрывает понятие Богодухновенности, но даже, даже не ограничивают круга возможных богодухновенных книг. Кроме того, она может ссылаться на книги, которые заведомо в этот круг не входят. Таким примером может быть послание Иуды, которые в 9 стихе рассказывают о споре ангелов и сатаны. И вот что интересно, что в Библии мы нигде ничего подобного не найдем. Этот сюжет взят из текста под названием «Вознесение Моисея», который никогда и нигде не считался частью Священного Писания. Так что, если автором библейского текста мы называем самого Бога, а текст откровением свыше, то вопросы здесь только начинаются. Ведь библейские тексты не упали к нам с неба. Они были написаны людьми часто, но не всегда мы знаем, какими именно. И вот естественный вопрос. Так как же сочетается божественное авторство с человеческим? Можно ли воспринимать библейский текст в его нынешнем виде как прямую и непосредственную передачу слов самого Бога? Оказывается, представление о богодухновенности Библии было не одинаковым в разные времена и у разных авторов. Все отцы церкви, которые касались этого вопроса, подчеркивали, что Бог действительно автор этой книги. Некоторые даже сравнивали человеческих авторов с музыкальными инструментами, на которых играл Бог. Но, по-видимому, это было скорее риторическое преувеличение. В те времена, как, впрочем, и сегодня, слишком многие сомневались в божественном происхождении Библии. Но в святоотеческой литературе мы встречаем указания на то, что авторы не утрачивали сознание и естественных способностей. Они вовсе не были медиумами в состоянии транса, записывавшими весть свыше. Святитель Иоанн Златоуст особо подчеркивал, что такими медиумами могли быть только лжепророки, а истинные пророки не теряли своей индивидуальности, когда передавали людям Слово Божие. Это очень важные слова Иоанна Златоуста. И в особенности значимым и ясным стало такое отношение христиан к истинному пророчеству во времена возникновения и распространения ислама. Для мусульман Коран существовал прежде сотворения мира и в свое время был буквально продиктован пророку Мухаммеду слово в слово, без малейших отступлений от небесного оригинала. Но христиане относятся к этому иначе. Если для мусульман воплотившиеся в мире Слово Божие эта книга, то есть Коран, то для христиан это Бога-человек Иисус Христос. А Библия – книга, которая рассказывает о нем и о множестве других личностей. Но первично в любом случае не книга, а тот, о ком она говорит. Но с особой силой споры о, выражаясь современным языком, технологии богодухновенности начались по сути во времена реформации. В значительной мере это было связано с принятым реформацией принципом. Принципом, согласно которому только Писание, то есть Библия, служит авторитетным источником вероучения. И вот здесь следует иметь в виду, что у православных и католиков огромную роль играет церковное предание. А церковное предание – это совокупность многовекового опыта жизни церкви, передающиеся из поколения в поколение христианами. Если считать, что только Писание, то есть Библия, служит авторитетным источником вероучения, то действительно крайне важным становится проведение четкой границы между Писанием и всем остальным. Вот поэтому Лютер и Кальвин, отталкиваясь от текстов, которые, я цитировал прежде, повторили слова о библейских писателях как инструменте, на котором играл дух. Их последователи в XVII-XVIII веках, такие как Хемниц и Герхард и другие, вот этими последователями была выработана теория, основанная на методах схолостического богословия, которые мы не найдем у раннехристианских авторов. Одновременно появились и другие теории, например, что дух передал библейским авторам лишь содержание откровения, а они записали его своими словами. Вот такая теория дает должное стилистическому разнообразию библейских книг. В самом деле, почему дух диктовал апостолу и евангелисту Луке иначе, чем апостолу и евангелисту Матфею? Однако эта точка зрения была отвергнута основными столпами реформации. Вот что утверждал в конце XVII века протестантский богослов Квенштетт. «Святой дух вдохновлял пророков и апостолов не только в том, что касается содержания и смысла писания или значения слов, так что они могли по своей собственной воле облекать и украшать эти мысли своим собственным стилем и словами, но Святой дух действительно поддерживал, вдохновлял и диктовал самые слова, всякое и каждое выражение по отдельности». Интересно, что при этом статус такого продиктованного свыше текста Ветхого Завета присваивался именно еврейской Библии в том виде, в каком она окончательно сложилась в иудейской среде в VI-X веках от Рождества Христова. Так называемая Масаретская Библия. «Спустя века после разделения иудаизма и христианства». Впрочем, сами описания буквальной диктовки вполне соответствуют традиционным иудейским представлениям о Торе, непосредственно продиктованной Моисею на горе Синай. Такая точка зрения была принята и католиками на Триденском соборе 1546 года. Но уже в 1870 году на Первом Ватиканском соборе определение о диктовке Святого Духа было заменено на «вдохновение Святого Духа». А вот среди православных, пожалуй, и не было таких активных споров о технологии богодухновенности. И мне думается, не было их, вероятно, потому что Писание воспринималось не как нечто, противостоящее преданию, то есть опыту церковной жизни, а как центральная часть этого предания. Таким образом, Писание не отгораживалось от предания стеной, не противопоставлялось ему. Но как развивались события далее, мы с вами поговорим в нашей следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok